Индийские колориты и зажигательные танцы. В выходные библиотека имени Грина собрала поклонников индийской хореографии. Да и повод есть годовой отчетный концерт в студии индийских танцев. Позади год тренировок и 17 номеров на выходе. Стиль классика, народный и знаменитый Болливуд погрузили зрителя в красочный мир Индии. Мои серьги называются джунки. Они символизируют купол небесного свода. На начало отчетного концерта индийских танцев в пять минут участница Светлана вносит последние штрихи в образ красавицы Юга Индии. Застегнуть блузку, проверить, хорошо ли закреплены брюки с набедренником, качам, расправить плессировку в виде веера, висири, не забыть про макияж и украшения. Все должно быть безупречно, ведь каждая деталь символична и отсылает к истории. Раньше танцовщицы танцевали в саре. Саре – это такой кусок тканей, который оборачивается вокруг тела. Сейчас это шитый костюм в виде штанишек и спереди плессировочка. Она символизирует драпировку саре. Костюм этой танцовщицы выглядит иначе. Все дело в географии. Стиль танца катхак практикуют в Северной Индии. Поэтому у Елены специальное платье с длинной широкой юбкой, штанами и полупрозрачной накидкой на голову. Все это было специально для нее сшито в Индии. Вообще удовольствие не из дешевых, говорит Елена. Такой костюм обошелся ей в 25 тысяч рублей. Зато на обуви сэкономить можно. Все танцы в Индии танцуются босиком. Почему босиком? Потому что это связь с землей обязательно. И всегда в начале и в конце танцев танцовщица делает поклон, кланяется земле и просит у нее прощения за то, что она ее топчет своими ногами. Кто-то заказывает костюмы в Индии, а кто-то шьет сам. Главное, чтобы танцевать было удобно и радовало глаз собственной и, конечно, зрителя. Вот и надежды исключением не стало. Пришла поддержать коллег, теперь наслаждается. Мне нравится, что все такое нарядное, красочное. Танцовщицы улыбаются, у них счастливый вид. Ну а что еще нужно? Возможно, поэтому для зрителя полтора часа концерта пролетели незаметно. Теперь подобное индийское мероприятие в нашем городе состоится только через год, но участники уже начали готовиться. Работают над новыми танцами и, конечно, костюмами. Светлана Халявина, Ульяна Издакова и Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.